Да-да, слышит, хорошо. Да, привет, Тигрик, только один проект. Ну, и голоса есть. Так, вот сейчас сразу зайдем. Так, привет. Звук, звук, звук. А, слышно? Слышно, да? Да. Привет, меня зовут Сергей Дымченко. Я хотел сделать простой, но в то же время полезный, в том числе и для меня, проект. Расширение. Суть проблемы, которую решает данный проект. Например, на сайтах бывают списки дат со временем. Например, начало каких-то событий. Вот я открыл сейчас, сделал я демонстрационную страницу на основе важного для меня сайта. И тут вот есть, я не знаю, видно вам или нет, но списки дат. Проблема в том, что дата в американском формате, время тоже в американском формате, АМ, ПМ. И оно еще и не в той, не в той временной зоне. Я знаю, что даты тут, время тут отличается примерно на 7 часов обычно. То есть, чтобы узнать время в Киве, надо прибавить 7. Но иногда 6, когда там летнее, зимнее время. И это бывает не всегда удобно, когда много этих дат. Вот сейчас я включу расширение и перезагружу страницу. Вот, возле каждого, возле каждой даты появилась дата со временем в моей часовой зоне и в формате, который я задал. То есть, это очень удобно, не надо самому вручную считать, ошибаться и так далее. Формат вывода задается пользователям. Таймзона пользователя тоже задается настройках, хранится в Local Storage. Временная зона сайта задается пока что вручную. И я не знаю, удастся ли это починить. Ну, надежно сделать, чтобы она как-то распознавалась. Но она сохраняется для домена и это надо сделать только один раз задать в временную зону. В общем-то, вот такое расширение. Все. 2,20. Перекор. Все. Скажи вопросы. Скажи, что нам не слышно. Нам вас не слышно, а вам нас слышно? Подожди, а кто там звук выключил? Нет, 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 там нормально. Ничего не слышно. О, теперь что-то слышно. Это Москва. Ага. Вопрос такой. Врат, это из Питера есть. Да, ладно, давайте Москва. А, окей. Вопрос такой, вот смотри. Ты выцепляешь даты, там, время с веб-страницы, да? Ты парсишь карты сам или липу какую-то используешь? Просто действительно очень много нюансов есть. Да, да, да. Я и сам, и использую библиотеку. Для начального парсинга, для определения, похоже ли это вообще на время и дату, я использую регулярное выражение, там свое, простое, но их надо будет как-то расширить. А потом я использую библиотеку DGS. Есть такая библиотека, и она уже парсит и выводит, она тоже в соответствии с форматом. А для перевода из временной зоны, одну временную зону в другую, я тоже использую библиотеку стороннюю на JavaScript, но ее пришлось патчить, она неправильно переводила. Вот использую две сторонние библиотеки. Спасибо. Вопросы в Питере снимаются. Ребята, спасибо за внимание. Все? У нас вопросов нет Питера больше нет. Вопросов нет, да? Спасибо. А ты начинаешь из Киева. Меня слышно? Собственно, мы делаем не столько расширения, сколько целый проект. В общем-то, какую проблему он решает? Очень часто, когда мы ходим по интернету, мы находим какие-то интересные страницы, новости и так далее, и нам хочется поделиться ими с нашими друзьями. В принципе, есть куча различных вариантов, как это сделать. Мы решили подойти немного с другой стороны. Мы решили сделать это в виде игры. Суть игры в том, что люди, гуляя по интернету, находят новые интересные страницы и рассказывают о них другим людям. Другие люди приходят, тоже их смотрят. И за то, что люди приходят на страницу, которую ты, так сказать, открыл, ты получаешь очки. Например, вот ситуация такая. Ты нашел какую-то интересную новость. Ты заходишь на нее, видишь, что она интересная, рассылаешь всем своим друзьям. За каждого друга, который придет после тебя на эту страницу, ты получаешь одну очко. Таким образом, игра получается такая, что люди, которые находят интересные страницы, получают много очков. Но на самом деле, если как следует взглянуть на этот проект, он похож чем-то на Foursquare для веба. То есть точно так же он ориентирован на то, чтобы люди находили интересные места в вебе и делились ими друг с другом. В принципе, в этом мы видим некоторый простор для монетизации, потому что это, очевидно, неплохой механизм для того, чтобы привлекать внимание людей к сайту. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Так, вот я включил это расширение. Все видят мой экран? Окей, это через этот телефон, да? Я снимаю на телефон, а экран скринется. Вот в этом верхнем правом углу мы можем видеть Browse Reaction, который он установил. В принципе, здесь мы можем видеть нашу аватарку и нашу айдишку. Сейчас это до конца не реализовано, поэтому, по сути, это захраткожено. Но если мы перейдем на какую-то реальную страницу, допустим, откроем Google, мы видим, что здесь появился ноль. Почему он здесь появился? Потому что за эту страницу мы получили ноль очков. Если мы посмотрим внимательнее, то мы увидим, что мы, в принципе, из людей, которые используют это расширение, первые зашли на страницу Google.com.ua и, соответственно, получили ноль пойнтов. Если сейчас кто-нибудь еще зайдет на эту страницу... Изет, зайди, пожалуйста, на Google. Google.com.ua. По идее, она работает без рефреша. Зашел? Да. На Google.com.ua? У тебя экстеншн установлен? Ладно, можно зайти на первую страницу из списка, которую я в Skype кидал? Сейчас попробуем с другой стороны. Зашел. Зашел, окей. Так, странно. Возьму свой. Давайте я сейчас возьму свой ноут. И камера. Так, отлично. Мы зашли на эту страницу. Видим ли мы здесь апдейты. Почему-то конкретно на этом ноутбуке оно не работает. Можем как-то подключить мощь, что ли? Твей нет. Добрый. Твей нет. Можем поднести веб-камеру сюда. Ну, давай. Лимит веб-камеру. Давайте, может, этот фактический момент напомнить как-то вы и дальше что-то подключаете. У меня единицы появились. Так видно, у меня тоже появилось. А на этом ноуте нет. Если нет камеры, можно камерой будет. Если нет, то есть. Так, вот. Наконец-то оно дошло. Я не знаю, почему только сейчас. Мы видим, что здесь появилась единичка. И мы первый человек из двух, которые добрались до этой страницы. Поскольку после нас пришел только один человек, мы получили за нее одну очко. Если сейчас кто-нибудь другой еще зайдет на эту страницу, на первую страницу из спайта. Зашли? Да, да, да. Возможно, просто здесь интернет не самый хороший. Из-за этого оно не так быстро синхронизируется, как могло бы. Ладно, что-то не так с этим ноутбуком, потому что у всех notification выводится, здесь нет. Окей. Давай сниму, потому что это по ютубу, потому что есть на строгу. Ну, давай. В принципе, extension устанавливает соединение с Google App Engine через сокеты, постоянно открыто, и таким образом постоянно получает свежие апдейты о том, кто куда зашел. Эти апдейты также, вот вы, может, увидели здесь, у меня в правом нижнем углу появляются периодически поп-ап. Он сейчас в тестовом режиме, он выводит не совсем реальные данные, но, тем не менее, здесь выводится информация о том, что кто-то из друзей впервые зашел на какую-то страницу, и когда он получает какое-то знаменательное количество очков, там будет 1, 10 или 100, но сейчас в тестовом режиме выводятся разные. Окей. Есть вопросы? Данила! А можно увидеть организатора, а? Что случилось? Вопрос, вопрос. Данила, вообще-то вообще-то тут конкурс идет, Данила, ты не заметил, нет? Обрати внимание, тут конкурс идет еще. Да, мы знаем, знаем, знаем. Это видео с экрана. Мы внимательно рассмотрим и слушаем дальше. Мне уже опять внимание, все это в порядке. Всем спасибо. Спасибо за внимание, Данила. Слушай, убери гениталии с экрана, а! Стоп! Садись, давай ей-богу! Хорошо. Следующий. Да? Давайте. Давайте. Ну, это уже сами четвертый. Вот. Не понятно, но... Я согласен. Это у нас что, грязь не было, да? Да. 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 Продолжение следует...